Живе Беларусь! Слава белорусским героям Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем героям, имена которых, увы, мы не знаем. И вот в Беларуси комиссии по регулированию цен разрешено было поднять цену на спички. Да-да, именно на обычные спички. Так как спички входят в состав продуктов, вернее товаров, которые нужны для минимального обеспечения граждан Беларуси. И вот эта комиссия приняла решение разрешить и индивидуальным предприятиям, предпринимателям и юридическим лицам, фирмам, организациям поднимать цены на спички. Но поднимать можно только на 9% от цены на февраль 2021 года. Вот такие вот дела, ребята. Так что уже дорожают и спички. Но еще осталось бы поднять цены на воздух. На воду уже, я думаю, подняли. Еще только на воздух осталось. Вот такие вот дела. И вот вторая тема, которую я хотел бы поднялся в этом видео, кроме спичек. Это еще тема нехватки медицинского персонала. В частности, в Бобруйске не хватает медитал в детской политлинике. Да и вообще по политлиникам Беларуси очень большая нехватка медицинского персонала. Начиная от персонала младшего, затанчивая специалистами, хирургами, терапевтами и тому подобное. Это при том, что поступают все больше и больше списков на увольнение неугодных тех, кто хоть как-то пытался отстаивать свое мнение. Зарплаты малые, а объем работы увеличивается. Так как нехватку персонала нужно компенсировать уплотнением графика. Смены перебрасываются на тех людей, кто есть. И вот я увидел видео и фото в сети интернета в Бобруйске. Огромнейшие очереди. Это во время, когда людям нежелательно быть в очередях. Тогда ходит по Беларуси и по всему миру эта хворь, которая забирает жизни людей. И вот режим фактически создает вот такие условия. И даже не помогает то, что режим хочет заставить насильно тех, кто отучился на медито отрабатывать. Я уже даже забыл сколько лет по профессии. И это даже не помогает восстанавливать утечку кадров и нехватку кадров. Вот такие вот дела, ребята. Которые я хотел поднять в этом видео. То, что Беларусь исключили из рабочей группы европейского пространства высшего образования. И это связано с тем, что у Беларуси огромнейшее притеснение обычных студентов за то, что они просто думают иначе, чем им хотят навязать. Фактически за свободомыслие людей притесняют. И эта организация исключила Беларусь из своих, так сказать, структур. Потому что лукашенковский режим фактически объявил войну свободному студенчеству. И я полностью поддерживаю такие решения, которые изолируют режим Лукашенко. Понятно, что это ударяет по самим студентам, потому что они не могут таким-либо способом другим достучаться до мировых сообществ, до профсоюзов студенческих мировых. И вынуждены отказываться сам на сам с режимом Лукашенко. Но без санкций, без вот таких вот кардинальных решений, увы, с режимом не так нельзя бороться. Потому что только изоляция режима, только вот такие вот точечные и масштабные удары по режиму, это будет, только это может привести к победе. Это мое такое мнение. И тем более, что в Беларуси есть среди политически заключенных много студентов, которые являются заложниками режима. Вот такие вот дела, ребята. Я всем политзаключенным студентам желаю выйти как можно раньше на свободу. И чтобы следующая власть вынесла полностью оправдательные приговоры. И на место этих студентов посадили тех, кто фальсифицировал уголовные дела. Живи Беларусь! Слава беларусь тому народу!